Сегодня у нас ответственный день. Мы приехали в кулинарную школу здесь, в Чангмай. Вот здесь вся школа, пока все разбирают места. Я вам покажу, как выглядит рабочее пространство каждого из нас. Понятно, что не у всех будут свои наборы, не у всех будут плитки, но шинковать мы будем все. Вот такие газовые горелочки. Здесь воки. Сахар, соевый соус. Здесь досточки с ножиками. Обязательная чили, перец. Вот так выглядит реклама школы. Значит, класс. Пока сидим, смотрим меню. Все это нужно выбрать 5 блюд здесь вокруг. Здесь уточки. Интересно, едят их или нет? Нам принесли снеки. Сейчас он будет показывать бетель. Бетель, да, он, конечно... Меда с пальмового сахара. Меда с пальмового сахара. Бетель, листочек. Соль, да. Соль, да. Шалот. Шалот. Шалот лайм. Ламм. Ламмискин. Джинджер. Ластет-коконат. Жареный. Ластет-коконат. Кокос и жареный. Арахис и чили не жареный, да? Меда сахара. Меда сахара. Я возьму лапо, пожалуйста. Сейчас будем все есть куски имбиря. Вдох. Вдох. И вот так. И вот это. 1-2 кг 1 кг 1 кг 1 кг 1 кг 1 кг и потом все в лифте если вы хотите что-то, вы можете добавить больше как это в чили, вы можете добавить если вы хотите вы можете добавить 1 кг 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 Теперь буду пробовать я Как говорит наш друг В этом кулечке маленьком Из бетеля Собраны все вкусы Таиланда Долго пытались разобраться Где кислый, где горький, где сладкий И зачем там шалот Он объяснить не может Но в этом есть какой-то определенный смысл Я ни разу не пробовал имбирь с медом Такими кусками жевать Да еще и с луком На вкус Штука съедобная А с похмелья-то таких надо съесть Не знаю, два десятка Но имеет место быть Конечно, это не русская традиционная Закуска из грибов Друзей со сметаной Но в этом климате, я думаю, хорошо будет Эти соусы представлены Различными брендами И вы всегда можете их купить Это устричный соус Это основной соус для стир-фрай Мы не используем его для супов и карри Потому что это очень темный соус И если его добавить в суп или карри Они станут темными Что не очень вкусно и красиво Сахар Вы можете использовать белый или коричневый Не имеет значения Мы используем сахар вместе с МСБ Глутаматом натрия Для баланса сладкого Так как все эти приправы довольно соленые Также мы используем газовую горелку Потому что это легко и удобно контролировать Итак, смотрите, как это легко использовать Надавили, повернули Огонь зажегся Пожалуйста Казята никуда без глютамата натрия Запомните положение рукояти Подачи газа на 7 и на 9 часов И будьте внимательны Когда я буду просить поставить газ на 7 или на 9 Сейчас мы ставим наш вок на 9 часов В тайской кухне все рецепты готовятся под ваше настроение Сегодня у меня такое настроение 3 столовых ложки и 1 чайная ложка Следите за вашим настроением Слишком хорошее настроение Раз, и вы пересолили Не советую так делать Итак, у меня настроение на 2 столовых ложки кукинг масла Так, распределяем по сковородке равномерно И начинаем добавлять ингредиенты с сильным запахом Чеснок наиболее сильный Добавьте сперва чуть чеснока Вот, смотрите, вокруг все зашипело, закипело Значит, можно добавить весь чеснок Жарьте, пока не почувствуете отчетливо запах жареного чеснока Далее добавьте курицу и все, что внутри Имеется в миске Имеется в виду в миске с курицей Кажется, там ингреди Добавляйте курицу аккуратно и осторожно И не кидайте сверху, чтобы не обжечь кипящим маслом себя и других И мы все готовим одновременно Так, ставим газ на 7 часов И жарим, пока курица не будет готова А как мы узнаем, что курица готова? А она готова, когда побелеет Дома вы можете использовать вместо курицы любое мясо Но в тайском стиле популярнее всего курица, а не говядина или свинина Ну, вот как мы видим, курица стала белой Паттай В Паттай идет еще яйцо и тофу Далее идет шутка, что теперь вы знаете, что яйцо появилось впервые из Паттайи, а не из курицы Все, яйцо начало чуть пригорать, можно добавить сахар, одну чайную ложку Ну и галлия по вашему настроению Одна чайная сахара, две чайных фиш соуса и три столовых ложки устричного соуса Вы можете добавить сколько хотите, по вашему настроению У кого-то уже сгорел чеснок Паттай сгребаем наверх в сковородку Добавляем рисовую лапшу и столовую ложку воды, не более Иначе вы приготовите суп, а не пожарите лапшу Так и у меня есть еще Паттай соус тут Добавлю-ка я три столовых ложки его И далее жарим до готовности лапшу Если у вас дома не свежая лапша, а только сухая, то замочите ее перед приготовлением в воде комнатной температуры Но у нас сегодня, как видите, свежая лапша и нам не надо предварительно замачивать Как увидели, что лапша готова, смешайте все ингредиенты вместе Далее добавляйте все овощи, перемешивайте Зеленый лук, проростки Овощи готовятся очень быстро Поэтому регулируйте, какими вы их хотите, зажаренными или нет Я хочу вкусными, поэтому выключая газ, все, мой Паттай готов Правда это легко приготовить? Легко-легко? Да не очень-то Выглядит легко? Да сложно делать Легко на глаз? Трудно на руку Посмотрим, как приготовите вы Тогда и поговорим, легко или нет Пожалуйста, не обожгитесь, когда будете готовить и есть Паттай В готовое блюдо мы добавляем молотый чили, жареные орешки и сок лайма Который вы можете сами выдавить по вкусу Итак, мой Паттай готов Шутит про 30 бат И предлагает скидку до 25 бат за свой лучший Паттай Там немножко горелого чеснока, можно было и за 35 даже продать Все, что люди-то снова уехали к вашему Паттай И это время Todos будет готов к этим Урок любит такой же Окей и все, что они были сомнены Бегко-бегко Еще одно блюдо Уберите Субтитры Вышли Уберите 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 Субтитры 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 Ну что, я гляжу, у всех получилось, да, все что-то поготовили. Продолжение следует... Окей, начинаем с этого угла. Заворачиваем сразу так, чтобы скрыть всю начинку. Вот так. Далее пытаемся завернуть плотнее все. И начинаем сворачивать до середины треугольника. По концам утрамбовываете. И заворачиваете концы к середине плотно. И далее нам надо постараться завернуть, чтобы все было красиво. Смотрите, как у меня. Заворачиваете, оставляя кончик, смазываете кончик яичным желтком. Вот так. И закрываете. Смотрите, мой ролл начал вздуваться, потому что я завернула его не той стороной. Смотрите, два ролла выглядят по-разному теперь. Но на вкус будут одинаковые. Жарим спринг-роллы. Давайте, а то масло горячее слишком. По стенке надо спускать, чтобы не шлепнуло на кого-нибудь масло. Да, переворачивай. Оно уже сразу пригорает, проблем нет. Можно два раза перевернуть. Моя лялька самая большая. А, у кого-то в центре подгорает. Переворачивайте. Да, это мой, наверное, центральный. И второй тоже выкладывай. Ты что, мастер роллов, спринг-роллов? О, точно. Спасибо за привлекательную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ну что все сыты такие тихие еще не не все сыты еще кто-то доедает олежка доедает да ну что на мой взгляд ничего так поработали мы сегодня до получилось вкусно да вот так вот и работают повара готовят готовят потом едят едят он готовит готовит едят едят снова да мне кто-то дома обещал готовить том ям кто-то специалистом стал потом яму золотая медаль сегодня да конечно теперь нам надо получить книжки все что мы готовили и не только будет в этих книжках которые мы получили ну что ж на сегодня все спасибо что пришли приятного аппетита кушайте все надеюсь вам понравится прекрасно сегодня подготовили всем все понравилось все в кайфе жара тепло лето и те кто с нами не поехали что сейчас мерзнут в холодной россии вот так завидуйте мы тут кайфуем и и и и